А ну-ка, давай-ка, в лесаде выходи, а? Всем привет! Вы на канале А ну-ка, давай-ка! И совсем скоро, 31 октября, наступит магический праздник Хэллоуин. И в первую очередь нам нужно подготовить главный символ праздника, светильник Джека. Он представляет собой тыкву, на которой вырезано зловещее, ухмыляющееся лицо, внутри которого помещается зажженная свеча. Поставив такой светильник возле дома, мы отпугнем злых духов и поможем заблудшим душам найти путь в чистилище. Анюта, а ты расскажешь ребятам о моей шубке? Конечно, Бафёныш, некоторые из вас заметили, как изменилась наша малышка. Некоторые даже писали, что это не наша Бафи. Но, к счастью, с моей любимой кроленькой всё в порядке. Она просто подросла и сменила свою светленькую шубку на более тёмную. В видео, где я показываю своё лицо, вы могли видеть примерно середину периода Линьки нашей красавицы. И теперь в этой новой тёплой шубке я готова встречать холода. Ну зайка моя, как же сильно я тебя люблю, ты просто не представляешь. Ты моё самое милое чудо на свете. Спасибо, Анюта, я тебя тоже очень люблю. Ну что ж, давайте посмотрим ваши комментарии и приступим к изготовлению светильника Джека. Ребята, пока я меняла шубку и стеснялась сниматься, меня очень поддерживали ваши милые комментарии. Я очень рада, что вы не забывали про меня ни в одном видео и всегда писали, что любите меня. И теперь я хочу сказать, что тоже вас всех очень-очень-очень люблю. Ну что ж, давайте вернёмся к нашей тыкве. Для нашей задумки подойдёт вот такая вытянутая тыква. Мы с Бафи решили сделать её в виде мордочки котика на фоне звёздного неба. Не знаю как получится, но задумка мне нравится. Если вам тоже, обязательно ставьте лайк и поехали. Для рисования нам подойдёт маркер. Он у тебя необычный, он что, перманентный? Правильно, Бафи, такой маркер не стирается водой после высыхания. Итак, определим где у нас середина и приступим к нанесению рисунка. Рисуем лоб и ушки котика. Задняя часть будет просто прямой линией. Носик в виде треугольника со скруглёнными углами. Глаза будут огромные, с большущими зрачками. Если что-то не получилось, это с лёгкостью можно стереть жидкостью для снятия лака. Второй глаз стараемся повторить максимально симметрично. Ну что Бафи, что скажешь? Ну пока что этот кот очень похож на кота-пришельца из мультика Кит Вище Кэт. Поэтому мне очень нравится. Так, стоп, а это что я такое вижу? Почему это под видео до сих пор есть красненькая кнопочка подписаться? Надо же нажать на неё, чтобы появилась надпись подписка оформлена. Я не тороплюсь, дорогой зритель. Я подожду, пока ты нажмёшь. Ну вот, теперь же совсем другое дело. Анюта, а я тебе говорила, что ты отлично рисуешь? Спасибо, Бафи, Фёныш. Думаю, что когда-то говорила. Анюта, а я говорила, что наши подписчики тоже суперски рисуют. Конечно, говорила. Анют, а можно я попрошу ребят кое-что нарисовать? Ну, попроси, конечно. Ребята, нарисуйте, пожалуйста, какую бы вы вырезали тыкву на Хэллоуин. И пришлите к нам в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании. Зайка моя, ты такая милая, что я бы 10 рисунков тебе нарисовала. Ты же моя ушастая, пушистая зефирка. Ну что ж, нашему котику не хватает милого ротика, углубления на ушках и самое главное, больших выразительных зрачков. Не забудем про ободок зрачка. И добавим в каждый глазик по пару бликов. Ох, да, Анюта, давно мы уже ничего не готовили и не мастерили. Я уже соскучилась по этому делу. Кстати, а где это наши звездочки для звездного неба? Вот, смотри комочек. Одна звездочка побольше, а другая поменьше. Ага, и что теперь, к летел будем? Нет, кроля, мы их обведем. Вот что у нас получилось, пора приступать к вырезанию. Аккуратненько ножиком разделим небо и котика. Снимаем верхнюю часть и приступаем к очищению тыквы. Возьмем обычную ложку и тщательно выберем мякоть и семечки. Вот что у нас получилось. Чистая пустая тыква, готовая к основной обработке. Наша крышка отлично открывается и закрывается. Кролька, хочешь тоже быть под звездным небом? Эй, это что было? Крышка. Не смешно. Хорошо. Вырежем дальше ушки. Одно готово, так же поступим и со вторым. Ммм, смотрите какой аппетитный кусочек тыквы. Ладно, не буду отвлекаться. Смотрите, некоторые части мы прорезали полностью, а с некоторых срежем только кожуру. Итак, вот такой необычный глаз у нас получился. Осталось повторить тоже с другим глазом и вырезать звезды. И... Та-дам! Ой, Анюта, этот котик кого-то мне напоминает. Да, ты права. Этот кот явно похож на одного из наших котеек. А на кого именно, пусть решат зрители в комментариях. Анюта, ты про свечку, про свечку не забудь. Точно, я правда чуть не забыла. Какой же светильник без света? Вставим в дно свечки зубочистку, чтобы свечка держалась хорошо в нашей тыкве. Очень аккуратненько зажжем нашу свечку. И все готово. Такие отверстия будут пропускать свет в виде звезд. Ну а чудесный котик, это вообще класс. Напишите в комментариях, на кого из наших котеек похож этот светильник. На Рыжулю, Мурзю, Мурку или Малыша. Ну а если вдруг кто-то не знает, кто это такие, скорее смотри предыдущие видео лучшего канала А ну-ка давай-ка. Ну что, мой комочек, готовься. Сейчас выключится свет. Ага-ага, сейчас сяду поудобней. Я готова, выключай. Вау. Теперь нам не страшны никакие злые духи. А если хочешь увидеть реакцию, готов на такой светильник, не забудь нажать на колокольчик. А на сегодня всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok